Ваш сын Дон Фелис и моя дочь Амаранта полюбили друг друга. Наш долг разлучить. Ненависть, которая разделяет наши семьи, делает их союз невозможным. Средневековая вражда лишь на словах. История только отдаленно напоминает повести о Ромео и Джульетте. Юные влюбленные, конечно, есть, но страсти кипят скорее комедийные. Постановка щедро разбавлена музыкальными вставками. В сердце охотник, женщина, вот его главная дичь. Он от ротея грезит бесчестный. Цель его взять, переселить, подвичь. Фонограмму к спектаклю наши актеры записали заранее. Исполнительница роли графини Марина Щекина призналась, трудности в этом не испытала. Она имеет музыкальное образование. Драматические актеры поют не так, как вокалисты. Нет, мы поем, конечно, мы следуем нотам, но мы стараемся еще актерски это сделать. Конечно, мюзиклы делаются так, что актерам приходится петь вживую. У нас пока этого не произошло по техническим причинам. Но мы к этому стремимся. Комедия «Площа и шпаги», в которой представлен собирательный образ средневековья. Здесь интриги, серенады, похищения, монахи и стражники. Спектакль лихой, как говорят сами актеры. У нас прекрасный, не скажу, что педагог, но прекрасный мастер сценических боев Константин Таванцев. Он это делает с нашими актерами очень легко. Тем более у них всех за спиной хорошая школа. Они довольно-таки прилично владеют шпагами. А я их просто, говорю, задачу ставлю Константину. Константин делает так, чтобы они хорошо лупили друг друга, а я, чтобы лобами не сталкивались. Настроение зрителям создаст и финал спектакля. Известно, что он будет счастливым. Подходящая точка в конце театрального сезона.